библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте мы с вами на портале экзегет и меня зовут дмитрий герч дабыкин мы с вами продолжаем читать книгу премудрости соломона и сегодня девятая глава в этой девятой главе автор книги молится господу и просит чтобы господь даровал ему премудрость при этом он не только просит но он еще и и объясняет зачем нужна премудрость какова эта премудрость и что бывает если человек не имеет ее итак начнем чтобы лучше понимать текст мы будем читать отрывками и после прочтения я объясню что означает те или иные слова в этом тексте итак первые четыре стиха божий отцов и господи милости сотворивший все словом твоим и премудростью твою устроивший человека чтобы он владычеством над созданием на созданном тобою тварями и управлял миром святой справедливо и в правоте души производил суд даром не присидящую престолу твоему премудрость не отри меня от отроков твоих и так давайте автор обращается богу и называет его боже отцов бог отцов почему он так называет потому что когда такая мысль как бог благословлял отцов и дар давал им премудрость так и эта премудрость будет дарована ему здесь интересно поразмышлять еще вот над чем а можем ли мы бога называть богом отцов почему такая мысль может возникнуть вот представьте человек принял христианство а все его предки были язычники или или не были христианами и в конце концов даже наши предки когда-то там 40 поколений назад приняли крещение могли ли они могли бы мы говорить что божий отцов да можем почему потому что у всех нас есть отец про отец авраам и через веру во христа мы становимся чадами авраамовыми а еще господь сказал что если кто-то оставит отца или матерь свою ради меня тот получит во много раз больше отцов и матерей поэтому когда мы говорим боже отцов даже если наши отцы были неверующие мы все-таки имеем этих отцов дальше автор говорит что бог сотворил все слов словом своим и действительно здесь обращаю если мы обратимся к шеста днева то мы увидим что бог творит словом и сказал бог но для нас христиан вот это выражение словом интересно потому что словом мы еще называем господа нашего иисуса христа второе лицо пресвятой троицы и в прологии евангелия то она сказано что бог создал все через него то есть через слово также мудростью бог устроил человека в данном случае мудрость это свойство божие и она соединяется с разумностью и для чего был создан человек для того чтобы владычествовать над созданными над созданными тварями если мы так задумаемся над этим текстом то конечно вспомним историю шеста днева что бог и замышляет и создает человека чтобы человек владычествовал над землей но вот тут интересная такая мысль кто является истинным владыкой если владыка является бог но когда он создал человека он как бы делегировал свою власть свое владычество самому человеку и человек стал богом царем владыкой вот этой земли почему я об этом говорю смотрите когда человек пал то пал весь мир почему так произошло потому что если погибает царь то погибает и все его царство для чего человек был создан и как он должен был вести себя по отношению к этому миру он должен управлять этим этим миром свято и справедливо свято это по отношению свойства соединяющие человека с богом а справедливость это то как человек должен судить о чем говорится дальше и в правоте души производить суд это суд это не только приговор наказание но и правильные суждения человек должен был был во всем быть ориентирован на бога и все делать правильно и дальше автор использует такие антропоморфизмы когда он говорит о том что премудрость сидит рядом с престолом божиим и еще одна просьба автора это то чтобы бог не отринул его от числа отроков отроков божиих нужно объяснить слово отрок потому что если так у человека спросить а кто такой отрок по обычно такую цифру называют от 7 до 14 лет но в священном писании отрок это просто человек который не женатый если обычно было если в обычном значении а также отроком называли близких слуг и поэтому автор говорит что как бы обращается его говорит я твой близкий слуга и я не хочу чтобы ты меня отбросил хорошо идемте дальше с 5 по 8 стих ибо я раб твой и сын рабы твои человек немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов и хотя бы кто из совершен был между с нами человеческими без твоей премудрости он будет признан за ничто ты избрал меня царем народа твоего и судье сынов твоих и чири ты сказал чтобы я построил храм на святой горе твоей и алтарь в городе обитания твоего по подобию святой скиньи которую ты приготовил от начала в начале автор называть себя отроком а затем называет себя рабом вот когда мы говорим о рабстве божьем или обращаемся раб божий или раба божия то дам для многих читателей или так слушатели кто слышит эти слова о рабстве божьем конечно такое может быть возникнет возмущением как мы же не рабы мы свободны можно там привести какие-то еще аргументы как почему мы свободны но авторы священного писания достаточно часто себя называют рабами божьими как это понять что значит быть рабом божьем и какую мысль они вкладывают в эти слова когда мы слышим слово раб то кого мы представляем ну вот то что там описано в учебниках по истории древнего мира рабы это такие словесные орудия у которых нет никаких прав есть только обязанности хозяин что хочет то с ними и делает но если обратиться к истории древнего востока такой более глубокой то становится ясным что существовала еще одна форма рабства в литературе она называется патриархальное рабство и означает следующее существует дом дом в данном случае этот семья фамилия хозяйство и вот в этом доме все иерархично во главе дома стоит хозяин дома отец патриарх и дальше в этом доме кто живет в этом доме является родственниками жена хозяина сын хозяина кровные родственники и есть еще одна категория родственников как ни странно это рабы они являются частью этого дома как впрочем все являются частью этого дома и вот у такого родственника раба есть свои права есть свои конечно и обязанности самая главная обязанность быть послушным хозяину дома и поэтому раб это родственник это родственник это часть часть дома и понятно что если человек является рабом большого господина великого господина то его статус достаточно высок поэтому когда христиане называют себя рабами божьими они себя не принижают по отношению к другим людям они наоборот себя возвышают правильно понимать конечно это возвышение это не означает что христиане умнее лучше или какие-то особенные но мы хотим подчеркнуть когда мы называем себя рабами что мы в доме в доме бога и мы являемся такими родственниками родственниками бога поэтому у нас есть свои права свои обязанности основная наша обязанность это послушание богу но наш статус выше чем статус всех остальных людей не все люди являются рабами божьими все являются творениями божьи но не все рабами поэтому носить титул раба божьего это наоборот как титул такого дворянина это высокий титул нельзя сказать чтобы мы гордились тем что мы рабы божьи но мы должны понимать какие у нас особые отношения между нами и богом и вот автор говорит что он раб божий но в то же время он человек немощный кратковременный то есть его жизнь коротка и он не может понять суд и законы то есть суды божьи и божьи и божьи законы про какие законы он может говорить но это может быть божьи и повеление который бог открывает людям священным писание может быть это то что вложено в этот мир мир создан со своими законами но человек без божьего откровения не может понять как устроен этот мир дальше автор говорит о том что какой бы ни был великий человек если он не имеет премудрости то есть не живет в соответствии с божьей волей то он ничто здесь можно провести параллель со словами книги экклезиаста где автор автор книги экклезиаста говорит о том что люди которые не верят в бога и не исполняют его воли подобно животным дальше автор говорит об истории соломонов если все-таки эту книгу а написал не соломон а я не написал не соломон то это просто обращение к истории чтобы подтвердить значимость того что здесь здесь говорится а сам он считался самым великим самым умным человеком на земле и поэтому вот здесь вспоминается история царствования соломона значит бог поставила царем и бог повелел ему построить храм храм на святой горе ста гора это конечно же сион или море алтарь в городе обитания твоего это конечно иерусалим но вот интересно то что храм строится по образцу скинь который ты приготовил от начала значит вот эта фраза про приготовил от начала может быть понимая можно понимать как начало истории еврейского народа которая началась у горы сеной и у горы сеной бог дал повеление построить скинию а уже храм построен по образцу скиньи но можно понять и от начала мира священописание ветхого завета и священописание нового завета конкретно послание к евреям говорит о том что существует небесная скиньи которая папа по образцу которой была создана земная скиньи небесная скиньи не надо конечно представлять ее как палатку скиньи эта палатка который там на небесах устроен конечно когда говорится о небесной скиньи вообще про скинью говорится то здесь говорится больше о так называемой небесной географии которая конечно совсем не похоже на земную но можно понять следующее вот скиньи вспоминаем как она была устроена скиньи имела двор и палатку которая разделялась на две части вот двор скиньи это земля наша земля далее ну или или можно предположить что это не только земля но это еще и конкретно святая земля дальше это было святое или святилище куда могли заходить только священники это можно было понять как небеса а наконец святое святых куда никто не заходил кроме священника один день в году это то место где обитает бог мы обычно говорим о том что бог обитает на небе но иногда священное писание говорит о том что бог обитает на небе небес здесь автор потом будет говорить про небес небеса где живет бог мы потом это разберем но сейчас важно понять что за скиньи небесные скиньи в которую вошел господь наш иисус христос после своей смерти даже более того послание евреям уточняет что бог входит в скиньи и конкретного святое святых для того чтобы совершить очищение очень небесной скиньи чтобы все люди могли получить прощение грехов и упатье в небеса хорошо идемте дальше следующий отрывок с 9 по 12 стих с тобою премудрость которая знает дела твои и присущи присущи было когда ты творил мир и ведает что угодно пред очами твоими и что право по заповедям твоим не спошли и от святых небес и от престола слова то и не спошли и чтобы она спас пеши стал мне в трудах моих и чтобы я знал чтобы угодно пред тобою ибо она все знает и разумеет и мудро будет руководить меня в делах моих и сохранить меня своей славе и дела мои будут благоприятны и буду судить твой народ твой справедливо и будут достойным престола отца моего девятый стих говорит о том что дела божие замыслы божие знает только премудрость под похожая мысль потом будет повторена в посланиях апостола павла когда он говорит о том что что в человеке знает только дух живущий в нем и соответственно то что в боге знает только только дух божий дух святой поэтому в данном случае премудрость из свойства которое она чаще все понимается когда говорится про бога и премудрость и свойства она превращается в личность которая знает что-то знает что-то открывает что-то ведает понятно что здесь автор не говорит о лицах пресвятой троицы но вот эта мысль о том что премудрость она персонифицирована она одна здесь звучит дальше автор просит чтобы бог послал премудрость от святых небес и от престола славы значит понятно что престол это такой земной образ трон который сидит царь и вот от этого трона должна не зайти на человека премудрость для того чтобы помогать в трудах и в делах этом в суде но давайте немножечко остановимся и вернемся к служу святые небеса значит мы знаем где живет бог бог живет на небе но эту фразу о том что бог живет на небе конечно слышат и люди неверующие ну и там вот это со старая шутка гагарин в космос летал бога не видел тут же мы поправляем себя и говорим ну бог живет на духовных небесах это уже более правильно но в этом утверждении есть ну не то что ошибка а к этим словам можно так прицепиться получается если бог живет на небе то его где-то нету если он на небе значит его на земле нету конечно это противоречит нашему мучению потому что бог присутствует везде он везде живет но вот что мы можем понимать когда говорим про небо и про небо где живет господь здесь конечно это образ а какой образ вот бог он иной он не такой как этот мир как люди а что противоположено этому миру какая вещь противоположен этому миру люди живут на земле а что противоположной земле небо значит бог противоположен земли бог противоположен человеку бог противоположен этому миру как небо противоположной земле поэтому бог живет на небе но иногда еще будет более так уточняет бог живет не на небе а на небе небес то есть бог не просто другой чем этот мир а он абсолютно другой то есть вот есть земля противоположность этой земле является небо но бог находится там что противоположно даже небу то есть бог абсолютно свят он абсолютно иной чем этот мир и так автор просит о том чтобы бог послал ему премудрость которая ему будет помогать в делах руководить им он будет судить справедливо и обратите внимание он говорит о том что он должен справедливо судить народ твой вот здесь интересно фраза именно народ твой раз не все люди принадлежат богу да все люди принадлежат бога как творение но среди всех людей бог избирает себе особых людей из этих людей создает свой народ с которым у него особое отношение и у которого он является правителем поэтому вот эта фраза народ твой понятно что это ветхий завет и имеется ввиду еврейский народ но сейчас тоже существует божий народ это те люди которые собраны избраны отделены богом от остальных людей а тех кто не признает власть бога и они создают новый народ этот народ называется сейчас церковью хорошо идемте дальше да да читаем 9 главу с 13 по 19 стих ибо какой человек состоянии познать совет божий или кто может разуметь что угодно господу помышление смертных не тверды и мысли наши ошибочно ибо тленное тело тягощает душу это земля их земная хромина подавляет многозаботливый ум мы едва можем постигать это что на земле и с трудом понимаем что под рукой а что на небесах кто исследует волю же твою кто познал бы если бы ты не даровал премудрость и не спасал свыше святого твоего духа и как исправились пути живущих на земле и люди научились тому что угодно тебе и спаслись премудростью давайте здесь разберемся может ли человек через свои размышления через свой ум свой разум прийти к пониманию того что бог есть до священное писание об этом говорит об этом говорит христианское богословие что человек через размышления наблюдением над миром на человечество истории над самим собою через это человек может понять что бог есть такое познание бога в священном писании в богословии называется откровением но она еще тогда уточек уточняют то что не всякое откровение вот такое такой вид откровения называют либо общим откровением либо естественным да человек может узнать что есть бог но он никогда не сможет понять какова воля божия какова цель человеческой жизни ну и что будет после смерти и поэтому какой какой человек своим умом может понять каков бог никакой поэтому автор говорит о том что необходимо премудрость чтобы узнать узнать бога более того он говорит о том что помышление смертных не тверды и мысли наши ошибочны что имеется здесь ввиду человеческий разум это та вещь которая была создана богом и мы рождаемся разумными но в начале человеческой истории произошла катастрофа произошло грехопадение и поэтому наш разум в результате грехопадение был испорчен и поэтому с помощью только разума мы не можем познать ни самого бога не не его волю поэтому нужно чтобы у нас была помощь и автор называет и премудростью но мы бы назвали ее благодатью боже который помогает нам познавать бога здесь есть очень интересный момент который вызывает трудности для понимания ибо тленное тело отягощает душу это земная храмина подавляет много заботливый ум когда мы говорим о книге премудрости соломона то мы говорим о том что эта книга во первых не каноническая а во вторых она была написана по-гречески и в в александрии скорее всего александрии александрии это было место где была библиотека это был такой интеллектуальный центр средиземноморья и естественно те теории философии которые существовали в те времена были знакомы жителями александрии в том числе видимо и автору книги премудрости соломона и вот кто-то может понять этот текст как следы платонизма плат платонизм считал что человеческое тело находится во вражде с человеческой душою и человеческое тело она отягощает душу и не дает душе развиваться и в возможно почитать и так что здесь есть такие следы платонизма что вот есть человеческая душа есть ум человеческий но из-за того что она обличие они обличены вплоть у него проблемы но можно понять и по-другому потому что само священное писание не делает такого четкого разделения или такого не предполагая такого антагонизма между душой и телом можно понять и так что человеческие такие плотские грехи они влияют и на человеческую душу и если душа стремится к богу то человеческое тело не мешает этому стремлению и грехи уводит человека от от бога следующая мысль автор просит бога послать ему духа и этого это дух это тоже будет божественная премудрость в данном случае конечно мы можем попытаться понять вот эти выражения святой дух или премудрость как указание на лица при святой троицы но все-таки лучше толковать как просто понимание божьей благодати который бог посылает тем кто стремится к ней хорошо мы с вами прочитали девятую главу книги премудрости соломона мы с вами были на портале exeget.ru и меня зовут дмитрий добыким всего доброго до свидания а